Говорят, что пятница 13-я – это день, связанный с неприятностями. Ну, например, вот, пятница 13-я, не знаю, что это плохой. И сегодня оценки хорошие, я поняла. И сразу же праздник 13-й. Как видите, с этим согласны не все. Этот день стал для многих школьников днем смеха и веселья, когда можно расслабиться и от души посмеяться над добрыми школьными шутками. Потому что на сцене Дома культуры имени Невельского вновь проходила районная игра школьной юниор-лиги клуба веселых и находчивых. А тема КВН-а, как вы уже догадались, была посвящена пятнице 13-е. КВН будет вот такой. Раскрыть тему, рассмешить зрителей, обратить внимание к своим шуткам членов жюри. Такая задача стояла перед четырьмя командами из общеобразовательных учреждений района. Это Цветик-Семицветик и школа села Шибунино. Ну, ваша задача именно рассмешить сегодня, да? Ну да, но будет трудно. Трудно? Почему? Потому что трудно было придумать шутки, найти что-то такое. Золотая вторая и школы номер два города Невельска. Это можно придумать много различных шуток, которые можно смешно обыграть. Сменка из горнозаводской школы. 13-е число. Какие для вас? Для вашей команды? Ну, я считаю, что... Тоже на зиму, помечтаем. Давайте помечтаем. Я считаю, что оно должно нам помочь. Все-таки. Ну, знаете, у меня 13-е число как обычный день, в принципе. Это, я не знаю, почему-то все фокусируются на том, что 5-12-е, должно что-то ужасное быть. Для меня это обычный день недели. В принципе, и обычное число. БЭМС из школы номер три города Невельска. Это традиция. Мы из поколения в поколение передаем это традиции. И как бы за ночь до КВН случаются чудеса, которые, я думаю, что сегодня вы увидите. Традиционная игра КВН состоит из четырех конкурсов. Смех сквозь слезы. Такова была тема приветствия. Все действия происходят на речке Казачки. Берегите речку Казачку. Может она разлиться и больше никогда не влиться. Ведь каждый из вас может оказаться в ее устьях этой весной. Давайте представим себе, как танцуют члены нашего жюри, пока их никто не видит. Разминка – это прекрасный импровизационный конкурс, в котором выигрывает опыт и быстрота мышления. Ввели единую форму и электронный дневник. Что будет в следующем? Конечно же, роботехнички. Они просто не дадут тебе пройти без сменки. В конкурсе капитанов представители команд подготовили эстрадный монолог на тему «А у нас сегодня в школе, а у вас?» Так как во всех школах есть директор, у нас директора нет. У нас есть царь. А точнее царица. И уважают все, даже мафия. Ее слушают технички и учителя. Вот так у нас в школе заведено, а у вас? Музыкальное домашнее задание смотрится легко, потому что в нем есть музыкальная составляющая. А для зрителя юмор в музыкальном формате воспринимается проще. Вот тебе сапоги резиновые и чулочки штопаны. Ах, какая прелесть! Как раз мой размерчик. Скажи, а зачем мне сапоги резиновые, если я иду в школу на бал? Не задавай лишних вопросов, Золушка. А теперь иди, но помни, что ровно в 12 часов... А на нас превратится в мой ужин. Ровно в 12 часов... Принц превратится в шрека. Не перебивай! Ровно в 12 часов... Наступит суббота 14-й. Старожилам Невельского района можно не смотреть в окно автобуса «Горнозаводск-Невельск». Дорогу они чувствуют же... Маша! Жизненно важными органами. Два толчка казаки заштормила мор-городок. Сами крикай выше головы, крикай выше головы, крикай выше головы. В ходе подсчета баллов, выставленных членами жюри командам, за участие в конкурсах создалась уникальная ситуация. Все три команды набрали одинаковое количество баллов. Но число 13 все же сыграло положительную роль в судьбе одной из команд. Ну и так вышло, что победителем сегодняшней игры стала новая команда. Команда «Сменка» Сожгар-Назаводская. Мы не думали, что можем занять первое место. Мы думали второе, третье, но никак не первое. Ни одна из команд не осталась без наград, а стали лучшими в своих номинациях. Звание «Лучшая музыкальная команда» и «Лучшая актерская игра» закрепилась за командой «Бэмс». Номинация «Лучшая шутка» присвоена команде «Цветик-семицветик». Лучшее приветствие у команды «Сменка» и лучшим капитаном игры КВН стал Михаил Калименов из команды «Золотая вторая». Виталий Войко, Евгений Романенко, Нивельские новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова